Неделя в цифрах. Здесь Никита Кричевский и Сергей Корнеевский. Никита Александрович. Сергей Андреевич, я должен открыть страшную тайну перед нашими зрителями. Каждый раз неожиданно. Каждый раз мы ждём к нам в гости Татьяну Алексеевну Голику. Между прочим. И на этой неделе был очень хороший повод. А именно инициатива Татьяны Алексеевны по поводу введения не прожиточного минимума, но прожиточного бюджета. В связи с тем, что Татьяна Алексеевна по независимым от нас причинам не смогла прийти, по работе. Мы пригласили нашего старого, в хорошем смысле, товарища, не новичка, заметьте, Сергей Андреевич, но проверенного кадра главу аппарата счётной палаты Юрий Воронин и Юрий Викторович. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот это подвод. Почему подвод сразу? Почему подвод? Потому что подводкой это назвать нельзя. Язык не повернётся назвать Юрий Викторовича новичком. Я же не просто так к вам захожу вечерок скоротать, а по поводу... Ну, Юрий Викторович, ну зачем вы нас огорчаете? Мы-то думаем, что мы такие приятные в общении, и вообще у нас хорошо, тепло, и чай дают. С удовольствием. На огонёк. С удовольствием. А оказывается, вы с какими-то... Чистить нельзя. Конъюнктурными целями. Чистить нельзя, я согласен. Но вы не чистите. Мы-то вас позвали... Не только вы там, что Татьяна Алексеевна по служебным причинам не смогла сегодня прийти, а потому что... Ну, объяснить там о прожиточном бюджете. А ещё и потому, что у нас есть несколько вопросов к вам. Не, скажем так, совсем социального свойства. Один из которых мы анонсировали, я имею в виду, лифты для идей. Ну, и поговорить о реформировании образования. Я вам об этом ничего не говорил, Юрий Викторович. Я застал вас в разблак. Ну, обо всём по порядку. Заодно будет время подготовиться. Как скажете. Ну что, Никита Александрович, тогда первый заголовок. Татьяна Голикова нашла рецепт борьбы с бедностью. Головосчётная палата призывает отказаться от прожиточного минимума. Да. Вот с этого и начнём. А в чём идея, Юрий Викторович? Ну, во-первых, я начну с того, что раз есть такое желание у вас увидеть Татьяну Алексеевну, я думаю, что это непременно случится. Непременно. Спасибо большое, Юрий Викторович. Вот. Но я чем могу пока постараюсь позаместить и объяснить суть тех предложений, которые Татьяна Алексеевна внесла на расширенные, или ещё называют итоговые, коллегии Министерства финансов, где подводили итоги за прошлый год и ставили задачи на год наступивший. Как вы знаете, безусловно, и наверняка обсуждали в программах, президент поставил в качестве одной из приоритетных задач в послании задачу борьбы с бедностью. Очень назревший... Ну, это не первый год. Но в такой остроте, в такой конкретике задача поставлена вот в послании, которое открывает, по сути, новый президентский цикл. Ну, извините, я тогда вас должен перебить, точнее, вынужден. А почему же раньше-то не получалось? Были другие приоритеты, видимо. А сейчас есть понимание, что доходы населения достаточно низко упали, количество бедных увеличилось, и с этой проблемой нужно серьёзно разбираться. Поэтому проблема преодоления бедности поставлена. Что есть бедность? Да, бедность надо отделять, как говорят специалисты, от нищеты. Бедность не порок. Нищета – это крайняя бедность. А большое средство, Сергей Андреевич. А бедность – это когда ограничиваются ваши основные материальные возможности, связанные с жизнедеятельностью. Ну, это теоретические размышления. Нам-то с вами важно ещё эту программу преодоления бедности увязать с очень модной нынче идеей, которую постоянно озвучивают наши министры. Эта идея, она увязана непосредственно с идеей преодоления бедности, а именно переход в социальной защите на адресный принцип места всеобщего или универсального с оценкой нуждаемости. Мол, если ты жена олигарха, то тебе пособие по беременности и родам без надобности и так проживёшь. Да. Ну, идея очень красивая. Идея красивая, её постоянно подпитывает какой-то диалоги Всемирный банк, Международный валютный фонд, они это очень любят обсуждать. Но, на мой взгляд, несправедливо. Я скажу, вы уже перестаньте давать всем одинаковые пособия, сэкономьте на богатых, зато у вас появится ресурс для того, чтобы поднять пособие бедным. Вот внешне очень замечательно всё выглядит. По форме всё правильно? По сути издевательства. Издевательства полно. Как сказал Владимир Ильич Ленин, между прочим. Запишите. Когда на коллегии Минфина обсуждалась в том числе и вот эта идея, которую в очередной раз высказал Антон Германович Силуанов, применительно к задачам поставленном по бедности, Тяна Алексеевна высказалась таким образом, что реализовывать такой подход как магистральную дорогу в борьбе с бедностью нужно очень осторожно, очень взвешенно, потому что существуют условия или препятствия к тому, чтобы к такому механизму перейти. И первое из них это как раз отсутствие чёткого и прозрачного критерия определения этой самой бедности. Потому что единственным инструментом или мерилом бедности, которым мы располагаем за все эти годы, нормативно оформленным является наш пресловутый или знаменитый, кому как нравится, прожиточный минимум, который считается по трём группам населения, работающие, пенсионеры и дети. Но мало кто помнит, что ещё в 1992 году тогдашним президентом Российской Федерации, не будем напоминать фамилию, все, наверное, помнят. Да, сейчас время тревожно, не надо. Вы задали некий стиль сегодня в программе. Рамки, я бы сказал, институциональные. Или правила поведения. Был издан указ, назывался он о минимальных потребительских бюджетах, где правительству Российской Федерации поручалось в целях той самой борьбы с бедностью, определения жизненного уровня, государственной социальной поддержки, разработать минимальный потребительский бюджет. А до тех пор, пока он будет разрабатываться и в стране кризиса не хватает денег, напоминаю, 1992 год на дворе, разрешить применять в качестве вот такого измерителя физиологический минимум. Физиологический минимум, который надо, чтобы не умирять, чтобы выжить. В этом мгновении слышно, критерием нищеты, по сути. В этом мгновении слышно, Юрий Викторович, не только как муха в студии пролетает, но и как скрипит пиро Сергей Андреевич. Внимательно конспектирует. Это правильно. Если что, я потом вопросы буду задавать. Да, замечательно, вопросы я люблю. Так вот, прожиточный минимум, это и есть минимум физиологического выживания, который вводился временно на кризисный период. Да, физиологического выживания. А минимальный потребительский бюджет, это бюджет удовлетворения основных жизненных потребностей. Его ещё называют воспроизводственным бюджетом, потому что он рассчитан не просто на выживание человека, а, извините, ну, есть такая терминология, Кирилл Саныч, знает прекрасно, воспроизводство рабочей силы, потому что работник должен отработав не просто прожить, но ещё и прийти и в следующий день поработать. То есть, воспроизвести свою рабочую силу, а помимо этого ещё и семейные обязанности исполнить, если у него есть детки. Вот все эти расходы не включаются физиологически, он же прожиточный минимум, но должны учитываться в минимальном потребительском бюджете. Но, как мы знаем прекрасно, в России всё временное есть постоянное, и за период, прошедший с 1992 года, минимальный потребительский бюджет так и не был разработан официально, потому что на экспертном уровне он подсчитывается, определяется, есть методики, и он не представляет там большого труда для специалистов. И вот сейчас, когда во всей своей остроте, можно сказать, поставлена эта проблема, проблема борьбы с бедностью, проблема возможности перехода на адресную систему социальной защиты, как раз и необходимо решить вопрос, а годится ли для этих целей вот этот самый минимальный прожедочный физиологический минимум или прожедочный минимум, к которому все привыкли. По нашему мнению, которое Тяна Алексеевна изложила на коллегии, не годится, он не решает задач преодоления бедности, и необходимо как минимум это вернуться к указу 1992 года, выполнить его наконец, разработать минимальный потребительский бюджет и по крайней мере на его основе осуществлять критериальный подход к оценке нуждаемости. Есть, конечно, я должен это сказать честно вам, в мировой практике и более продвинутые подходы с точки зрения определения бедности. Но нам бы это осуществить, хотя бы с чего-то начать, тем более, что это уже предусмотрено нормативно. Давайте сразу, какова была реакция господина Силуанова? Я не знаю, какая была реакция господина Силуанова, поскольку он выступил сначала, а потом выступил Татьяна Алексеевна, но с его стороны, по крайней мере, возражений против этого не последовало в публичном пространстве. А какие могут быть возражения? Меня удивила реакция экспертного сообщества, потому что вдруг почему-то экспертное сообщество стало утверждать, что предложение о замене прожиточному минимуму на минимальный потребительский бюджет ведёт к увеличению отказов в признании человека бедным, то есть сокращению возможностей получения социальной помощи. Но это даже не самое фантастическое. Самое фантастическое... Брец и Вакобилы. Брец и Вакобилы. Но самое фантастическое, когда некоторые интернет-ресурсы вдруг нашли пятилетний, чуть посвежее давности доклады Ранхикса, где предлагались свои оригинальные авторские методики определения бедности, основанные на учёте наличия транспортных средств, крупного или мелкого рогатого скота, пчелиных хулий, ну и прочих признаков богатства. Так вот, самое интересное, почему-то вдруг вот эти вот предложения, которые были либеральными экспертами вброшены в обсуждение, обсуждены и забыты, вдруг были привязаны вот к этому вполне разумному логическому предложению, которое сделал Татьяна Алексеевна. Юрий Викторович, я всегда... Абсолютно перепутали. Я всегда говорил и повторяю, что вот те в кавычках экономисты, о которых вы говорите, в кавычках, и эксперты в кавычках, занимаются тем, что они играют в своих песочницах. А вечером, когда выглядывают в окошко мамы и кричит Алексей Леонидович, собирай игрушки и беги домой, они собираются и уходят. А мы остаемся. Но они с утра появляются снова, начинают по-новому выстраивать свои куличики, вот, например, определять методики бедности, ловить хайп, как говорится по-современному, заставлять говорить о себе и тем самым повышать свою интеллектуальную капитализацию не более чем. К решению насущных вопросов, которые стоят перед Россией, их песочное вознение не имеет никакого отношения. Очень важный вопрос. Добавить нечего. Я у нас правильное. Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Ну, вот, прожиточный минимум. Ну, давайте так. 10 тысяч рублей. Ну, плюс-минус, не важно. А бюджет? Есть оценки, я вам расскажу. По наценкам такой, сочинно авторитетной экспертной площадки, как ВЦУЖ, Российский центр уровня жизни, который очень давно считает минимальный потребительский бюджет, вот за все эти годы, он параллельно его считал для экспертных целей. Так вот, в среднем минимальный потребительский бюджет в 2-2,5 раза выше, чем величина прожиточного минимума. Соответственно, количество людей, которые будут получать социальную поддержку при адресном методе, при использовании минимального потребительского бюджета, будет больше, чем при прожиточном бюджете. То есть это больше нагрузки на бюджет. Сереж, значит, тот, кто получает в среднем, Юрий Викторович, меньше 20... Он, правда, сэкономит на обказе другим людям. Я сейчас Корнецкого выгоню. Ну, он правильно ставит вопрос, да. Так, слушайте, тогда мне придется уйти. Нет, не гидрофессионал, без бюджетной никуда. Вот смотрите, если мы будем исходить из того, что порог бедности 20 тысяч рублей, не 10, как прожиточное минимум, а 20, то это повлечет за собой что? Увеличение дотации из бюджета, пересчет каких-то социальных нормативов критериев. Что? Ну, что такое адресная система? Это когда та или иная выплата, тут надо еще разобраться, я об этом тоже говорил, Татьяна Алексеевна, а какие, собственно, выплаты мы собираемся переводить на эту адресность, потому что мер социальной защиты много, какие-то на страховой основе осуществляются за счет взносов работодателя, какие-то на бюджетной, вот надо четко будет распределить к страховым, например, к пенсии или к выплате по несчастному случаю адресная система не подходит просто по определению, это невозможно. Я бы чего, извините, вот здесь перебью, Юрий Викторович, а почему я про жену олигарха, которая забеременела? Потому что у нее же денег много, ну, потенциально, в семье, и не обязательно получать пособие по фонду социального страхования, но ведь она же застрахована в этой системе, ведь за нее же уплачивались взносы. и все застрахованы имеют равные права на страховое обеспечение, если вдруг наступил страховой случай. А иначе дискриминация и дискредитация система. Безусловно. И как можно применять адресный подход, например, в этом случае? Нет, в социальном страховании он не применим вообще, он применим в социальном обеспечении, то есть там, где бюджет финансирует и право, связанное с уплатой, взносов, а усмотренческих характер носит, когда бюджет определяет, кому на каких условиях эту помощь оказывать. Только там. Социальные доплаты пенсионерам. Социальные доплаты пенсионерам. А ведь если будет принято предложение Татьяны Алексеевны, то у нас... Это будет нарушено решение консольного суда. У нас все пенсионеры окажутся за чертой бедности. Ведь все. Нет, к пенсионерам это отношение не имеет, поскольку у пенсионеров страховая пенсия рассчитывается по иному принципу, там коэффициент замещения применяется. Я имею в виду, как это называется, субсидии на оплату ЖКХ и прочее. Вот применительно к ЖКХ это предложение об адресном подходе может быть реализовано, но в случае реализации предложения Татьяны Алексеевны, наоборот, большее количество людей эту субсидию получат. И чего против этого возражать, казалось бы, нашему экспертному сообществу. Тут-то и выходит Антон Германович и говорит, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, у меня уже бюджет сверстный. Да, но мы же ведь не забываем о том, что Антон Германович, предлагая адресный подход, например, субсидием, намеревается сначала сэкономить на тем, кому эта субсидия даваться не будет, и только потом, перераспределив этот ресурс на нуждающихся в ней, тем самым сбалансировать бюджет, даже, может быть, увеличить размер этой субсидии. Есть такая возможность, появится. Я к чему, Юрий Викторович, так подробно расспрашиваю, Сергей Андреевич, чтобы и вы, и наши слушатели поняли, что это вот эта вот чиновничья рутина бюрократическая работа, это крайне тяжелая, тягомотная, муторная вещь, потому что Татьяна Алексеевна выходит и говорит, надо очень рассчитывать. А Антон Германович уходит и говорит, с каких средств? А где взять-то? Да. И вот люди приходят и начинают решать эти вопросы. Но если у нас приоритет борьба с бедностью, об этом было заявлено президентом, то, наверное, надо в свете именно этой задачи и рассматривать инструментарий оказания социальной защиты. Это логично. Потому что то, о чем говорит Юрий Викторович, Татьяна Алексеевна, точнее наоборот, извините, Татьяна Алексеевна. Ну да, я на данном случае просто сообщаю о том, какое выступление было. Это часть нормативного подхода, ну скажем так, один из нормативных вариантов решения проблемы. Это не панацея ни в коем случае. Никто не говорит, что вот мы сейчас вот это примем и будем в шоколаде. Да, да, нет, конечно. Нет, нет. Ну, я слушателям объясняю. Как первый шаг, как одно из необходимых условий. Потому что наша беда большая состоит в том, что у нас только один официальный нормативный показатель, который используется на все случаи жизни. Прожиточное меню. В мире их очень большое количество. Для страховой пенсии коэффициент замещения, минимальный потребительский бюджет, всевозможные медианные, модальные оценки доходов, которые делаются. Понимаете, очень большой инструментарий. Исходя из решаемых задач, они выбирают тот инструмент, который наиболее пригоден. А нам выбирать-то нечего. Прожиточный минимум. И мы забываем о том, что это физиологический минимум. Это минимум выживания. Как можно использовать инструмент выживания, решить проблему бедности? Невозможно. Это на секундочку говорит не просто человек случайно с улицы, а глава аппарата счетного палата, уважаемые господа, Юрий Викторович Воронин. И он говорит о том, что прожиточный минимум, это физиологический минимум, это то, что удовлетворяет потребности человека в самом необходимом. В самом насущном. Да, для того, чтобы просто не протянуть. Еще жить невозможно. Да, не протянуть ноги. Никто не говорит о том, что действительно на этот прожиточный минимум можно сносно существовать. Относительно, конечно, сносно. Никто не говорит. Пришел государственный человек и говорит вам, ребят, не думайте, что мы там наверху этих вещей, элементарных вещей не понимаем. Уж чего-чего, а это понимаем точно. Но есть же, скажем так, идеи, есть предложения по тому, как эту ситуацию изменить. Их немало среди специалистов. А вот почему они не доходят доверху, об этом мы будем говорить уже после перерыва. Ну, у нас еще минуты три есть. А пока, пока, давайте закончим. Пока есть три минуты. Давайте я еще скажу про адресность. Да. Татьяна Алексеевна, она озвучивала на коллегии Медвиновне не только идею уточнения инструментария оценки, но и другие позиции. Например, что ни в коем случае нельзя переходить на адресную систему, оказание социальной защиты, до тех пор, пока не будет создана и внедрена в промышленное производство информационная система, которая аккумулирует себе информацию о доходах гражданах и тех социальных трансфертах, неважно, из пенсионного фонда, из других небюджетных фондов, из бюджета, которые им производят. Если... Пойду по пути уже привычному, который был обкатан на жилищных субсидиях. Убежите в сторону. Нет, в сторону. Что есть доходы? Что есть доходы? Кстати, в доходы мы определимся, это очень легко. А это у вас легко. А если мы придём... Это юридически просто определяется. Да, у нас 40% в тени. А если мы... Это другая проблема. А расходы? Вот если мы придём к тому, чтобы заставлять людей таскать справки в органы, которые будут принимать решения каждый месяц, доказывать, что они бедные или не бедные, вот это кроме издевательства и возмущения людей ничего не вызовет. Сейчас 21 век, цифровизация. Ну конечно, конечно. Извините, поэтому надо, чтобы государство само владело этой информацией. Но очевидно, однако, не для всех. Знаете, не для всех. Что? Не для всех? Да, потому что пока такой системы нет. Её только собираются сделать на базе пенсионного фонда, пока до сих пор даже классификатор мер чёткий, социальной защиты не определён. А без этой системы двигаться нельзя. Её надо сначала создать, а только потом уже переходить на адрес. Значит, у нас ей будет полная профанация. Ну и... Что касается профанации, я абсолютно согласен. Но это опять же повторение моего тессы о том, что, Сергей Андреевич, не надо стремиться во власть. Там... Там слишком... Работы достаточно. Много, много. А работа и принятие ответственных решений. Да, так что будете уходить из дома в 6, приходить полвторого... Ночи? Да. И так будет всё рабочая неделя. Я просто живу... Сергей Андреевич, он лидер России собирается балансироваться? Ой, я бы собрался, да не зовут. Я просто живу в доме... Но мы можем протекцию создать, Никита Александрович. У меня в доме много чиновников работает, судя по машинам, которые каждое утро... Ну как каждое утро. В 12 дня они уезжают на работу, а к 5 вечера уже сложно припарковаться, поэтому я так понимаю, что некоторые работают... Какой-то сталинский режим, я бы сказал. Да, некоторые работают, а некоторые нет. Почему они в 12 дня уезжают? Потому что им работают до 5 утра. Сергей Андреевич, вы не про чиновников в данном случае? Как не про чиновников? Нет, нет, нет. Номера, всё как надо, сверху... Видимо, это бизнесмены купили чиновничьи номера. Конечно, ну вы что, Сергей Андреевич? Как скажете? Тот высокопоставленный сотрудник, которого я упомянул в предыдущем часе, он выезжает... Ну, это я точно знаю, это... А это, я понимаю, как и везде. Кто-то работает, кто-то... В 6, в 6.30 утра. В 6.30. Приезжает герой... Поверьте, счётная палата работает. В час.30. Реально, реально, на самом деле. Новости, вернёмся. Неделя в цифрах. Пришло сообщение, они думают, что санкциями против Дерипаски и Виксельберга сломят российский народ. Нет, я думаю, так никто не думает. Мне кажется, таких идиотов нет. А мне кажется, они там именно так и думают. Мы сейчас против Дерипаски и объявим санкции, Юрий Игорьевич. И всё, и Россия пойдёт. И сломим народ. И всё. Ну, видите, фантазии у них не только в социальной сфере, но и политической тоже встречаются. Не знаю, кому это пришло в голову, но я в первую очередь сказал, что, на мой взгляд, это просто необходимость, вынужденная политическая необходимость введения этих санкций. Никто действительно, как мне кажется, там вряд ли идиоты в Америке наверху, на вершине власти. Никто же не думает о том, что это действительно каким-то образом повлияет на дестабилизацию ситуации в великой стране. Да нет, просто создали себе правила игры, а теперь по ним вынуждены играть. То, что уже задний ход дать невозможно. Да, плюс ко всему, надо каким-то образом реагировать, рефлексировать на ту антироссийскую истерию, которая постепенно там уже сходит на нет, впрочем. Потому что сегодня на повестке дня всё больше и больше Китай. Да, потому что экономика, она всегда первична. Тут мы вроде бы как решили вопрос с русскими, с сирийцами и мы тоже вроде как решили, то уходим оттуда. А вы не думаете, какого-нибудь китайского скрипаля найдут, потравят и такую же компанию против Китая развернут? Ну там денег очень много замешано. Всё-таки экономика первична. Да, да, боятся, боятся денег, боятся. Экономика... Всегда первична. Я как экономист в корне не согласен, но детали. А это да, это традиция. Но уже не политический экономист? Я не политический, а... А экономический экономист. А что такое, Юрий? Но мы все учили политэкономию. И что? Социализма. Да мы и капитализм тоже учили, Юрий Юрьевич. Вы к чему ведёте-то? Я так понимаю, это вопрос идей, о которых мы собирались говорить. О, лифта. Да, лифт идей. Нет, ну просто у нас ошибочное мнение в обществе, что вот ради экономики мы должны положить на алтарь всё. Юристов обижают, что есть такая наука, экономический анализ права, а юридического анализа экономики нет. Как-то несправедливо. Это отличная проблема юристов, как мне кажется. С другой стороны, есть право социального обеспечения наше с вами любимое дисциплину. Поэтому тут я бы сказал, мы даже дружим и просто обнимаемся, Сергей Андреевич, просто обнимаемся. Так вот, по поводу лифтов. О нём мы и говорили в первой части. По поводу лифтов. Вот так вот. По поводу лифтов, да. Юрий Ильич, мы собирались спросить у вас, каким образом можно запустить процесс, ну скажем так, поступления, диффузии, обратной диффузии, идей снизу вверх, чтобы идея, предложение, инициатива, рекомендация, называйте это как угодно, с самых разных сторон, будь то обывательских, будь то научных, академических, образовательных, чтобы они каким-то образом доходили до власти. Ведь я же очень хорошо помню середину нулевых, когда я защищал Докску в 2004 году. Мы писали рекомендации, предложения, чего мы только не делали. А кто-то ему прислушивался? Да нет, конечно. И все понимали, что это никому не нужно, никому не интересно, никто читать не будет. Больше стало. Только сегодня вспоминал с кем-то, не помню. Сергей Андреевич, мой первый текст в СМИ вышел 19 января 2005 года. Удивительно, что вы это помните. Да. Ну, потому что это же мой первый текст, а не ваш, поэтому я и помню. Ну, я вот не помню, первый текст. В МК, ВМК, Юрий Ильич, посвящен... У вас только текстов, Сергей Андреевич, что уши и забыли. Посвящен он был, посвящен он был, помните, при монетизации льгот были массовые... Некоторые волнения. Я помню этот текст, кстати, Никита Александрович, помню. Спасибо, Юрий Ильич. Так вот, я вам честно скажу, каминг-аут сейчас будет, Сергей Андреевич. Когда он вышел, и я его увидел, значит, со своей фамилией в газете, сходил, купил газету, я целый день ждал, что мне сейчас позвонят откуда-нибудь. И куда-нибудь пригласят. Да. Целый день. Вы имели в виду в правительство сразу? Ну, куда-нибудь. Не меньше. Кричевский, ну что ж ты вот... Хорошая же идея, да? Чего ж вы сидите-то? Вот теперь вот мы... Ну, спасибо. А что, у вас был блестящий текст про накопительную пенсионную систему? И не один, Юрий Ильич. И так и не пригласили пока? Ждёмся. Никто не звонил. До первой звезды нельзя. Ну, я перестал ждать. А теперь даже если позвонят, то я скажу, что у меня... Ну, абстрактная тренировка. Ильич Александрович, правительство будет только формироваться. Вот я тоже думаю, напрасно. Сейчас реально надежда. Ну, Юрий Ильич, вам ли не знать, что учёные-то одна специализация, чиновник, бюрократ, госуправленец, это несколько иная специализация. Одни интересны своим интеллектом, другие интересны своими управленческими навыками. И одно с другим смешивать как-то... Ну, учёных можно и в правительство. Как футболисты. Какие? Как они украсили. Не, украшением стола у нас женщина обычно служит. А знаете, что у нас президент Академии наук по должности, что называется, является членом правительства. Как представитель Центрального банка. Да, и он присутствует на всех заседаниях, как учёный. Вот вы, собственно говоря. Учёный. 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 Учёный про руку. Ну, его недавно избрали, посмотрим. Юрий Викторович у нас дипломат. Ну, а просто... Сами учили меня пострять. Несмотря на то, что фамилия у него русская, а не как у меня, ещё более русская, он, видите, как аккуратно ушёл от ответа. Ну, недавно же. Ну, наверное, об учёных должны судить учёные. С другой стороны. Не, я задал вопрос. Я интересуюсь. Прок-то есть от того, что у нас учёный там в правительстве сидит? Вот, опять же, Юрий Викторович, не по теме и затыкаюсь. Четыре года назад, перед закрытием Олимпиады и перед началом украинских событий, президент пригласил, ну, что называется, в гости ведущих экономистов. Естественно, там, с какими-то предложениями, с какими-то наработками. То есть не просто так. Знаете, там, приходите чайку попить. Пришли все наши с вами знакомые, известные руководители академических институтов и так далее, да? Вот. Принесли огромные свои фолианты. Вот верится слово «талмуды», но это не совсем про это. Ну, хорошо, «талмуды». Так вот, ну, чтобы народ понимал, да? Вот. Причем «талмуды», как мне потом рассказывали, разным шрифтом, разными этими кеглями, там, это... Не совпадает. Долго-то был. Больше того. А отдельные куски были и, ну, в первой части «талмуды», и в третьей, например. Один их кавадян. Ну, то есть... Ну, не вычитали. Да, да. И вот все это притащили... Президенту? Да. Как полюбит в диссертациях писать. Вот так и президент. Да, Владимир Владимирович говорит, ну, давайте, значит, там что-то поговорим, то все. Ну, смысл был очень простой, во всем виноват Чубайс. Да вы что? Да. Ну, самое страшное, постыдное и паскудное для русско-экономической науки случилось дальше. Владимир Владимирович встал и сказал, вы тут пока пообсуждайте без меня, а я отойду. Вот в этот момент, по-моему, я рассказывал. Нет. В этот момент надо было в ноги президенту грохнуться. Просто там палки, костыли свои, там, челюсти вставные вытащить, я не знаю, там, все просто сказать. Отец родной, не уходи. Мы все поняли, прости ради бога. Мы согласны, что во всем виноват Чубайса и проклятые либералы. Сейчас мы все... Сейчас предложения пойдут. Все оперативно. Так они сказали, хорошо, хорошо, Владимир Владимирович. Ну, не привыкли спорить с президентом. Хорошо, хорошо, идите, мы тут пока подождем. Привыкли вариться в своем котле. Слушайте, ну это позорище. Тебя пригласили к президенту, ты начал нести какую-то чушь. Так поэтому они никакие экономические программы-то и не пишут. Вы посмотрите, их не привлекают для этих целей. Есть ли толк от присутствия ученых в правительстве? Ученые ученым ростят, как чиновник чиновнику. Согласен. Вот вы спросили про социальные идеи. Я возвращаюсь к этому вопросу. Про механизмы доставки их снизу вверх. Да, вот вы знаете, скорее всего, вы, конечно, не согласитесь, что у вас есть своя версия ответа на этот вопрос, но я считаю, что идея без носителя сама двигаться не может. Идеей у идеи, у любой, даже самой лучшей, должен быть носитель. А носителем является человек. И поэтому идею в отрыве от человека мы реализовать не в состоянии. И, на мой взгляд, проблема заключается в том, что вот у нас за последние годы было создано много разных институций. Открытое правительство, экспертный совет при правительстве, во всех министерствах сделаны экспертные советы. Которые, в принципе, и должны были заниматься поставками идей снизу вверх. Да, но вы посмотрите, вот поставьте себя на место министра. У него и так забота выше головы. А тут ему ещё говорят, создавай экспертный совет и проводи периодически его заседания, ещё отсчитывайся. Плати ему деньги этому экспертному совету. Ну, создавай условия, они же бесплатно работают. Нет, Юрий Викторович, за спасибо никто времени тратить не будет. Из серьёзных специалистов. Ну, формально бесплатно, да. Там уж как, может быть, какие-то НИР им дают, я не знаю. Но дело не в этом. А любой министр, естественно, попытается найти рациональное решение. Зачем ему ершистый экспертный совет, где будут его чихвостить, выдвигать ему идеи ещё, требовать отчёт, почему он их не реализовывает. Удобно же из таких, знаете, вот есть же такие эксперты вроде тоже, но они такие удобные, плюшевые, которые смотрят в рот, всегда нужную идею озвучат, которую сам министр уже и заготовил, санкционировал. И, к сожалению, не скажу, что все, но многие экспертные советы составлены вот из таких вот горе-экспертов. Юрий Викторович, что делать? Наполнить другим содержанием. Каким образом? Ну, Никита Александрович, агитировать за советскую власть, образно говоря, ну, то есть за то, чтобы поощрять дискуссию, поощрять людей, пускай и неудобных, но которые умеют генерить, это бесполезно. Ну, это мы и будем агитировать, да. Но, знаете, у нас все-таки страна такая специфическая, если президент выступит и поставит задачу на то, что, ребята, давайте, чтобы у вас там действительно были дискуссии, было неформальное, а серьезное обсуждение, я думаю, что со временем и идея появится. Неделя в цифрах. Никита Александрович, перейдем к делам нашим скором. Я все-таки хочу добиться от Юрия Викторовича, ну, хоть каких-то рецептов по поводу... Ну, вот я честно скажу, я не знаю, что нужно сделать. Давайте вложим эту идею первому лицу. Почему? Будет поставлена задача, будет реализация. Я не чиновник, я у вас внутри не крутился, я не ощущаю подкожно механизм вашей атмосферы. Ну, вы же сами сказали, когда пошло движение лидера России, когда эту инициативу выдвинул президент администрации... А администрация... Нет, ну, почему простой? Ну, до этого же не делали. С идеей сложнее, потому что... Решили, сделали. Один из вопросов будет, а суди кто? Никита Александрович, можно при желании найти грамотных экспертов, которые отбор идеи произведут. Это все решаемая задача. Главное, чтобы была потребность, запрос на эти идеи, потребность... Ну, хорошо, вот конкретно... А ее не воспитывают. Это конкретное направление. Единый госэкзамен, ЕГЭ. Он признается... А вы противник? Ну, дело в том, что я стоял у истоков внедрения, вынужденного внедрения, правда, не ЕГЭ, а вот этой всей системы, когда через... Как это называется? Ну, тестирование. Да-да-да, через тест. Это были первые-первыхые шаги, когда я работал в РГСУ за завкафестерой. Вот, у меня детки первые сдавали так себе эти тесты, а вот где-то, начиная после того, как четверть сдала, три четверти сдавали онли на отлично, Юрий Юрьевич. А почему? Потому что первые сдают, выходят, передают правильные ответы следующим, те заходят, ставят галочкой где надо, я смотрю... Коллективизм-то какой, а? Думаю, это солидарность называется. Это солидарность. Вы уже тогда начали задумываться о российском, русском характере, да? Такая же история с ЕГЭ. О ментальности, да. Об это себе, я бы сказал, Юрий Юрьевич. Вот. Приблизительно такая же история с ЕГЭ. А, и кто будет оценивать предложение о его поэтапной отмене? Тоже, кстати, предлагает Академия наук. Кстати, да? Тот, кто это ЕГЭ предложил и внедрял, то есть господин Кузьминов. Каковы шансы на успех? Знаете, тут недавно шутку услышал, что в нашей стране эти все прорывные технологии по ВПК удались и были осуществлены только потому, что ещё работает поколение, которое выпускалось не по ЕГЭ, а по старому классическому экзамену. А вот когда придёт поколение ЕГЭ, тут нам мало не покажется. Ну, горькой шуткой, хотя я не думаю, что... А это не шутка вовсе? Да, ну шутка. Да, ну какая же это шутка-то? Это констатация. Я бы инструмент здесь... Вы знаете, и при ЕГЭ есть нормальные студенты, и нормальные научные работники, и без ЕГЭ. Я ещё когда учился в ВЮЗИ, ещё когда юридическая академия Кутафина или даже юридический университет назывался ВЮЗИ, знаете, Всесоюзный юридический заоченный институт, тогда нас экспериментировали и применяли этот принцип тестирования на какой-то там примитивной компьютерной технике, которая тогда была. Ну и что? Ну если были знания, мы отвечали на эти тесты. Всем же успехом сдавали экзамены. Мне не кажется, что это критическая форма. Проблемы сейчас натаскивают на ЕГЭ. А раньше натаскивали на экзамены в ВУЗИ. Как это требовало, как я понимаю, больше осложненности шире, шире нужно было брать. Ну нет, Юрий Викторович, нет. Ну как сказать? Я, как человек, который поступал в 86-м году в институт, да, естественно, брал такие дополнительные занятия. Пускай там я один экзамен сдавал как красный дипломник, а не три экзамена, как полную историю сдавал, и сдал её на пять. А понятно, что если это конкурс дипломов, то студенты освобождены от этого. Мне это тоже очень долго и казалось, и кажется сейчас несправедливым. Потому что такой нормальный экзамен, конкурс, живой конкурс, он гораздо справедливее, чем конкурс баллов. Тем более, если бы мы были уверены, что во всех регионах России это проводится по одним правилам и честно, а то же мы видим, где наиболее высокие баллы. К сожалению, эта тенденция... По русскому языку, например. Да. Да, эта тенденция сохраняется. Вы не надо кивать в сторону, например, там, Северного Кавказа. Я рассказал, Никита Александрович, про... Я знаю... Отдельные гиоды. Не на собственном, конечно, примере, не буду ничего говорить, но ровно такую историю можно совершенно спокойно провернуть в Москве. Можно где угодно. В Москве. Вот говорят, вот Москва, там видеокамера, там все такое прочее. Да все работает. Были бы деньги. Никита Александрович, нарушения могут быть везде. Вопрос их масштаба и цинизма, я бы сказал. Согласен, но мы немножко отвлеклись от темы социальных лифтов. Как лифтеров. Как лифтеров. Да. Поэтому, вы знаете, нам для того, чтобы социальные идеи были... Сейчас третий, третий заход или четвёртый, делаю ответ на ваш вопрос. А вот перебил от них, если я уверен. Вот для того, чтобы этот лифт заработал, и идеи были востребованы, востребованы, и к ним относились чиновники, а я чиновник не ругатель, но употребляю, а любя, это слово. Ну, государственные служащие относились как к своим собственным, выстраданным, вымученным. Необходимо всё-таки сначала провести нормальную реформу государственной службы. Чтобы государственная служба была престижной, хорошо оплачиваемой, чтобы на неё люди стремились. Вот вы наверняка в первой части говорили о конкурсе людей и называли там три за министра, которые появились. Вы знаете, я боюсь, что когда они узнают, какая зарплата им полагается, месячная, они долго на госслужбе не пробудут. Но ведь не за зарплату что работают. Погоди, погоди. Это смотря как, Сергей Ильич. Вот если вы молодой человек, создали семью, у вас дети, зарплата имеет большое значение, вы же никуда до этого не денетесь. Если вы одинокий, и у вас нет других забот, конечно, он может себе позволить некоторое время поработать за идею, но долго вы работать за неё не будете. Все равно нужно материальное обеспечение. Поэтому, а у нас ведь, вот посмотрите, что происходит. Вот в Англии, Франции, в Германии попробуйте чиновника уволить с должности, но если только он преступление не совершил. А так, это встречаются постоянные пожизненные люди, которые чётко понимают всю свою перспективу, но зато у них и достоинства, зато они и не боятся перед пришедшим политиками, которые пришли руководить министерством от партий, сказать, нет, это нельзя, это непрофессионально, мы это делать не будем. А это будем, потому что это профессионально, это можно. У нас так чиновники не говорят, потому что они понимают, что каждый новый министр – это перетряска всего аппарата. Это приход новых людей, случайных, которые будут годами пытаться, если они проверятся годами, они снимут раньше, нарабатывать навыки, умения, связи. Будут формироваться коллективы. У нас каждый раз госслужба перезагружается со сменой правительства с приходом нового министра. Так быть не должно. В госслужбе должна быть преемственность. Вот тогда будут работать профессионалы, тогда они будут знать своё дело, и тогда им нужны будут идеи. Потому что профессионалы – это только те люди, которые способны идею оценить и идею реализовать. Юрий Викторович, у нас остаётся несколько секунд. Получается, шансов-то пока нет. Почему? Любую реформу, если осознана её необходимость, можно осуществить, как, надеюсь, реформу по преодолению бедности. Реформа одна, реформа вторая. В это время пенсионеры ведь находятся не в замороженном состоянии, они стареют, они уходят. Ну, если говорить о пенсионной системе. Александр, по пенсионной системе нам надо отдельно эту тему обсуждать. Мы её с кондачка с вами не решим. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу, и Викторич Воронин был у нас в гостях. Глава аппарата. Глава аппарата, да. Спасибо за интересную беседу. Я обязательно Татьяне Алексеевне передам. Спасибо за желание. Никита Александрович, до свидания. Спасибо. Неделя в цифрах.